Девушки отдыхают Замечательно Замечательно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Арсенал, чтобы выбрать оружие для команды... Как-то быстрее можно... Лифт, чтобы попасть на другие палубы Нормандии... Кают капитана в личном колюсе можно изменить, короче, внешний вид свой, ну, соответственно, костюмчик поменять и так далее, да... Техническая лаборатория, чтобы улучшать снаряжение команды, нужно нанять команду профессора... Ну и... Собственно, как бы так... Какая-то area of the ship? Это the combat information center. Here the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat the commanding officer issues orders from the CIC. Угу... Круто... Так, ладно... Ты точно хотела выглядеть как я, только у меня волосы более красные. Окей. Я счастлива тебя на команде, мисс Чамберс. Пожалуйста, позволь мне Келли. Угу, окей. Окей, Келли? Ничего еще? Ты у вас есть момента, чтобы поговорить? Я всегда у вас время, командир. Что за вашу ответственность? Я буду вас осуществлять о каких-то меседжетах или позициях вы можете найти. Если у вас какая-то группа имеет важный бизнес для общения, я буду уверены. Не так же, что это таблика лучше для ВИИ? Да, но быть ваша лаборатория – это просто моя официальная роль. Круто, унофициально, я осуществлю Кру. Все знают как риски на миссии. Многие из нас не могут быть верненько. Это многое другое. Я учусь в психологии. Я хорошо чувствую, когда люди слишком taxed. Ты осуществляешь Крутосу психологическое здоровье? Да. Я смотрю сигналы. Я слушаю. Это не полчаса, и это самое эффективное, когда сделано информацией. Мы幸е у вас есть у вас, Келли. Спасибо, Шепард. Что еще бы ты хочешь знать? Это организация имеет мягкую репутацию. Существует ли они? Нет, не все. Наши методи могут быть плохие, но Серборус имеет нюблые объекты. Мы смотрим на интересы, развивающие технологии, спасающие жизни. Они хорошие цели. Слышно, Серборус хочет уничтожить все алиенты и поставить людей на уровне. Серборус смотрим на человечество, но это не значит, что мы не любим алиенты. Мой сестер начали птиц. Слышно, но она любит коты, too. Я люблю humanity. Я также люблю Асари, Кворьен, Турьен, Солерийен, Ханар. Это не в конкурсе с Серборус идеалами. Это очень позитивная аттитута. Что я могу сказать? Я человек. Ничего еще что-то вы хотите поговорить о том? Как вы чувствуете о том, что ты был assigned к Нормандии? Я был выбран для того, чтобы бороться на велосипеде для того, чтобы бороться на велосипеде знаменитой. Как я чувствую? Холодно, exhilarated, terrified. Но в основном я чувствую, что я чувствую. С вашей лидерси, мы не можем не успехать. Не волнуйся. Мы победим на коллекторах. Я вернусь на вас. Имплицитно. В момент, когда я встретила тебя, я знала, что я могла закрыть мои глаза, падать, и ты был там. Я могу сделать больше, чем тебя, Келли. Теперь это интересная думка. Есть еще что-то, о чем ты хочешь поговорить о том? Я лучше пойду. Окей. Может, мы поговорим позже. Изучить, нет? Окей, книжечку. Кодекс обновлен, круто. Поговорить с Сузи. Сюзи. Стоп, а где она? Ага, вот она. Нет, тут не она. А, нет, Сюзи, вот она. Да, Сюзи. Я хочу знать больше о том, что я работаю с людьми. Много этого data является классифика. Вы имеете в виду определенную инкулью? Какой серверис реализовала наиболее advanced warshipе в нашей Алианской войне, без того, кто знает? Я имею блоку, который позволяет мне ответить на эту вопрос. Что ты имеешь? Хотя я не контролю, чем другие Алианской войны, я still задержался к поведению. Их унивая блоки и физическое isolation. В этом случае, я не избежал от правительства. Я не отвечаю на ваш вопрос. Сюзи. 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 Зануда, а? Сюзи. 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 Да. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Cyber warfare means things like viruses, right? In close range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air, I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances, or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus' resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminded me, the airlock is a jar. Why are you named Edie? Edie is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for enhanced defense intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Let's discuss something else. Ready. Ну, насколько я помню, больше она ничего не скажет. Adulph now. Logging you out, Shepard. Okay. Так. О, мы можем закрыть, как вы видите. Так сказать. Ну, или открыть вид. Как бы как вариант. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. That's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last two years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you're such a downer. A scientist is required to use the technical laboratory. Blah-blah-blah. Короче, мне не дают нормально там посидеть. Статус команды. Как вы видите, здесь будет больше отрядов. Так. Ведение боя, выживание, тактика обороны. В последнее время заид довидели на Омеге. Слава лучшего в галактике убийцы всегда с ним. Потом кто у нас еще есть? Профессор. Доктор Modern Souls. Как раз о нем речь шла. Архангел. Капитан наемников. Прекрасный техник. Стратег его можно найти на Омеге. Кто у нас? Вождь. Доктор Акир. Доктор Акир опытный. И властный командир ветеран Кроганских восстаний. Одержим спасением своего народа от генофага. Сейчас находится в лагере отряд наемников Синей Светилы на планете какой-то там. Так. Джек. Заключенная. Фамилия неизвестна. Биотик. Сключительный сил. Примечание. Криминальное прошлое. На данный момент заключение. По слухам, Джек лучший биотик из числа людей. Церберу удалось договориться о ее освобождении с корабля-частилище. За ней я бы полетел. Итак. Искусный вор. Касуми. Диверсия. Внедрение. Добыча, похищение, невидимость, гибкий стиль боя. В прошлом похитил у Цербера очень важные материалы. Последний раз замечено на Цитадели. А всеми вот этими ребятами мы сможем спокойно поговорить. Но попутно еще... А, ну да, кстати, я забыл, что мы можем менять внешний вид Миранды. Улучшения. Ну, собственно, про них мы пока можем просто прочитать. Ничего делать нельзя. Сообщение от Андерсона. Если дошедшие до меня слухи верны, и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в Цитадели. Есть разговор. За последние два года многое изменилось. Благодаря тебе я в совете. Мне кажется, было бы честно выслушать тебя лично. Хорошо прочитано. От призрака Шепард. Мы завершили переговоры с опытным наемником. Заидом Массани. Его имя, возможно, за ком вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминус. Где показал себя безжалостным, неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться. Поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Меге тратит свой последний гонорар. Там его и можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично. Также проект Повелитель Пламени. Капитан, пропал исследовательский корабль Арзали, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывает новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые. Доктор Мануэль Кайше и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. В последний раз корабль Арзали видели на планете Зиона. Система Элиста. Предел Исмара. Так, место крушения Нормандии. Капитан Шепард, мы полагаем, что найденная в результате сканирования системы Амады данные заинтересует вас. Найденное место на падение Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии, установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи. Спасибо. Так, много на самом деле писем, точнее писок. Так, наш специалист по броне подобрали для вас прекрасный бронекостюм, произведение в систему терминов, слово, в властях, находящихся под контролем цитадели, использованы подобные средства защиты, запрещено. Бронекостюм доставлен в вашу каюту, можете примерить его, надеюсь, что это вам понравится. Штурмовая броня. Шепард, наши специалисты по броне узнали, что вы снова вернулись в строй, решили, что вам не помешает хорошая экипировка. Я доставил собранный ими контейнер на Нормандии, вы найдете в своей каюте по счастливой случайности, нам известен ваш размер. Оружие броня коллекционеров. Шепард, наших ученых, было время поработать над захваченными образцами технологии коллекционеров. Вооружусь с полученными знаниями, им удалось создать броневой костюм вашего размера и штурмовую винтовку, использующую обычные термозаряды. Я доставил их в вооруженную комнату на Нормандии. Добрая охота. Визор тень. Я доставил на Нормандию прибор ночного видения. Инженеры рассказывали, что с его помощью... Так, ладно, стоп. Кстати, мы с вами попробуем пистолет, шлем, дробаигетов, тяжелая винтовка. Встреча. Так, Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку кассами год, убеждили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки, скрытного проникновения. Ее навыки служат вам бесценную службу. Отправляйтесь на цедадель в районе Зекера. Там вы найдете особенный рекламный термин, терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с кассами, введите на терминале пароль, молчание, золото. Хорошо. Так, Властелин. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте Властелин задействован достаточно опасных технологий. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете Айты, системы Тифона, которое находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Так, предель недавно на нашем моем посту в Скильянском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все произошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали дуговой излучатель, и я отправил один экземпляр в оружейную норманте. Вы можете, чтобы вы могли с ним ознакомиться, использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает, а теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пойдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Там еще много чего есть, в принципе. Ладно, остальное потом прочитаем, чтобы не зацикливаться прямо сразу. Так, углубленная боевая тренировка, управление отрядом, умение управления в реальном времени. И потом лень сейчас это тоже читать. Так, здесь у нас арсенал как раз-таки находится, где мы можем с вами поговорить с Юзи. Вот. И здесь мы можем, соответственно, что-то взять, посмотреть для себя. Что у нас есть. Штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка, крупнокалиберная и гранатомет. Выбор. Мы можем выбрать что-то из этого. Если я правильно помню, я обычно беру, по-моему, мотыгу. Она более хорошая. В дробовике. Тебя, по-моему, берут. Так, здесь снайперская винтовка, клык, по-моему, лучше. Опять-таки, пистолет, фаланга, это тот, который был у нас. Поэтому вы сами понимаете. Ладно, излучатель сингулярности. И дуговой излучатель. Я думаю, что я как раз возьму вот этот дуговой излучатель. Он действительно неплохо так работает, но... Иде вот такое. Плазменный дробайкетов и крупнокалиберный пистолет. Окей. Миранда. Сюрикен. И... Ну, окей, да. Здесь, собственно, тоже можно выбрать... Ну, она с фалангой же ходит, поэтому... Разницы особой не будет. Так... Зал совещаний. Там, по-моему, ничего нету, кроме... Возможности поговорить с Сюзи. Больше мы здесь ничего не сделаем, по крайней мере, сейчас. А так здесь можно проводить совещания. Точнее, как проводить. От нас это никак не будет зависеть, на самом деле. Вот у нас куча оружия здесь лежит. Типа мы его разрабатываем. Вон ядро корабля, которое мы видим. Ну, или это ядро Сюзи. Уж не помню, что из двух визчей. Ваши проблемы. Ваши проблемы. Ваши проблемы. Сюзи, что-то заставили в прошлом. Что-то Сюзи делал в ты нечащихся? Возвращения. Они называются террористами, и с хорошими причинами. Возвращение того, что ты можешь найти в прошлом. Возвращение. Но если нашим коллектору оскорбирусище, и мы делать что-то, Сюзи будут поменяться в изначально. Или мы все будут пытаться и ухаживать. Возвращение людей, которые не думают так как я, как я, это. Я надеюсь, что ты работаешь с тобой, мистер Тейлор. Ваг, да хорош мне всё время отдавать честь. Да и да, это уже, если честно. Ладно, давайте искать нашу подругу боевую, Миранду. Так, палуба, информационный центр, каюта капитана, каюта экипажа и инженерная палуба. Давайте на инженерку быстро смотаемся. Такой, хоп, на первый этаж. Ну, здесь быстрее это происходит. Станция слежения. Окей, приму к сведению. Кстати говоря, кое-кто потом будет находиться именно вот тут вот. Просто потому, что этому человеку будет здесь удобней. Пока же здесь никого нету. Но, как вы видите, здесь есть место свободное, с койкой, все дела. Поэтому... Тонкий такой намёк на будущее. Это, кстати, Габи. Это, кстати, Габриэла. Что-то, что-то, Габриэла. Я, кстати, руководитель, занимаюсь. Я responsible за системы пропускной. Что мы можем сделать для вас, манда? Вы готовы здесь? Мы не можем дарить. Я просто не хочу, чтобы не было так долго, чтобы выкалибрить фб. Субтитры делал DimaTorzok Т-6 модель может быть тяжелым найти Наши стеллальные динамиксы их продолжили Мы могли бы найти использованные в Омега-маркетах, но у нас нет времени, чтобы уйти Где вы получили свои тренировки? Два Габи и я начали в Альянсе, служивая на СССР в Перуге Она летела в первой войне, в борьбе в Ситаделле Мы увидели в первую очередь Почему вы уйти в Перуге? После смерти, Андерсон lost political clout The Council backslid on the Reaper menace They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional We lost respect for Alliance leadership We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that Are you set up okay down here? Outside of those T-6 FBA couplings we mentioned, we're doing fine I bet you could find them in the Omega markets if you wanted to help us out Anything else? How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said I was very public with my defense for you I didn't hold back That's an understatement If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court marshaled him for insubordination But it got me noticed by the elusive man He made an offer, and here I am So why did you join us, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me They'd fall apart without me Thanks, Mom Also, I love engines, and the Normandy is state of the art When I got the opportunity to work on her, I had to jump What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization, other than the Normandy team We know our mission, and who's in charge We're off to kick the collectors right in their daddybags That's enough for me Carry on Well done, Commander I'm amazed the ship who came down to see us I told you she would What's this area of the ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core Все-таки это ядро корабля Ну, окей Так, бежим Бежим отсюда Осталась всего одна Каюта экипажа Собственно, где мы можем поговорить с кое кем И... Женский туалет Вот, как бы да Душевая, все дела Каюта экипажа Ох, она милая Какая милая? Я должен быть один год в следующем месяце Ох, ты забудешь ее первым днём Вау... Моя семья живет в Нью-Кентоне Ох, эх... Эта колония на дыре фронтира Может быть вовремя, чтобы собрать ее атаку, да? Именно Это самое важное, что она имеет первый днём Это почему я здесь Хм... Ну да, логично Типа спасает, собственно Вложение в детей, так сказать С тем жизнеобеспечение Левая смотровая палуба Все пока закрыто Мужской туалет И нам сюда нельзя Мы немножко другого пола Окей Так, а что у нас здесь есть? Шеф, сюрприз опять Давай, Руперт Я извиняюсь, принцесса Филе-миньон и кавиар Они прямо вверх Дайте мне просто Ха-ха Русская ментинь Ха-ха-ха Шутник Командир Шепард Героя цена Ты делала импульсия Такой день Ср. Руперт Гарднер Как мне можно быть в службе? Ты у вас все что-то нуждает? Я давайте Важно Но у вас никогда Среди готовы Среди собаки Семьми Я хорошо Но я не работник Семьми Возвавших Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok No point in hiding from it It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky and technically demanding operations Cerberus undertakes And it's why I was assigned to you It's my job to make sure you succeed, Shepard What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically I'm superior in many ways. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy and, well, it's pretty impressive really. It sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Ну, просто потому что мы можем. Здесь мы еще не были. Поговорить с Узи. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hall. The fitting yard workers called it the loft. Почетная медаль. У нас есть достижение. Без вести пропавший. Отбейте атаку первых превосходящих сил противника и спасите команду. Вернуться к исполнению прямых обязанностей. В общем, ну, такое. Можно много чего интересного найти. Вы видите, чья красненькая личка у нас здесь на рабочем столе, так сказать. В личном терминале мы можем, опять-таки, посмотреть все, что мы можем посмотреть и снизу. Потом, что у нас еще есть? Звуковая система выбрать музыку можно. Которая будет здесь играть, когда мы будем сюда приходить. Музыку можно выбрать там из нескольких вариаций, по-моему, насколько я помню. Поэтому такое. Так. И настройка снаряжения, соответственно. То есть, опять-таки, мы можем выбрать какой-то наш внешний вид, к которому мы будем ходить. Я предпочитаю вот этот. Не знаю почему, но мне как-то нормально. И, собственно, думаю, что на этом экскурсия по кораблю заканчивается. Потому что больше ничего интересного мы здесь особо не найдем, не увидим. И как бы это все. Все остальное мы... Хорошо. Все остальное мы уже увидим, скорее всего, в следующих сериях. Ну, а с вами был, как всегда, я, Дезертир. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо и пока-пока.